Дорогие друзья, разрешите вас сегодня поздравить с таким праздником, как 75-летие освобождения полного от блокады Ленинграда. Я тоже был трехлетним мальчиком в блокаде, жил до улицы Рылеевой, вот и кое-что помню. Сегодня я хочу вам прочитать, дорогие мои ветерана Ваимеха, посвящаю вот эти стихи. Чтут святое число Ленинградцы, знают люди его на земле, как хотел его каждый дождаться. Кто был скован блокадой во мгле, от войны описать невозможно. И тех мук, что прошел человек, враг обстреливал город безбожно, и к тому холод, голод и снег. А заводы ночами гудели, надо было стране помогать. Как тогда и не спали, не ели, а могли люди насмерть стоять. Но пришел этот день долгожданный, он там спят, как тогда и теперь. И рекою лились непрестатно слезы счастья и слезы потерь. Дорогие мои ленинградцы, после я решил написать вот это стихотворение. И сегодня я вам обязательно читаю. Это Россия. О, Россия! Россия! Родная земля! В небе светлом твоем золотая заря. Может быть, где-то есть зори в небе нежней. Только нет мне милее России моей. И дикать не могу я представить себя без широких полей, без снегов и дождя. Без пудрявых берез, городских тополей, без унылых до слез в октябре журавлей. Я пойду по лугам, серебрится роса, а вокруг соловьи подают голоса. Если б птицей я был, я бы здесь зимовал, никогда бы за морями тепла не искал. О, Россия! Родная моя сторона! Как каждого мать! Ты, Россия, одна! Я до поля дойду, постою на краю. Как же ты хороша! Как тебя я люблю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам еще раз, поздравляю, желаю вам всем. Самое главное – это здоровье, счастье, любви и веры в наше светлое будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ Это совершенно справедливые слова. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ